У поселка Комарын выборчий участок будет находиться в фойе культурно-спортивного центра. Вот тут будут места для членов комиссии, тут кабины для голосования и помощь, столы для надзиральников. Если мерковать по передних выборах, то у Комарыне удел у голосования. Прямая 98% населения. Поселок Комарын был первым населенным пунктом Беларуси, вызволенным от немецко-фашистских захопников. Отповедная и советская улада тут была одна вина ранее, чем на инших территориях. А в своем героичном минулом о Комарине памятуюсь, а ли живут сучасным. Акционерное товариство Комарынской, одно из самых великих на Гомишине, неколе оно обеднало 7 господарок и теперь займая площадь, а малю 750 квадратных километров. Директор Рыгор Анапреенко увесит час на объектах, коли у целом по в области от кожной коровы сегодня плануется отримать 6000 литров молока, то у Комарынской меркует выйти на узровень 7100. Правда, вытворчая клопоты не перескажают директору выполнять и свои депутатские обовязки. По Брагинским районным совете он уже пять скликанил. Кажет, что на посяжении запрошают у всех керевников местных предприемств, а ли у депутата есть одна перевага, и он может не только слухать, а ли и выращать. Депутат голосует на сессии, принимает решение, от него зависит решение, которое принимает на сессии от руководителя, он как приглашенный, если он не является депутатом. Помимо этого ведем же по графику прием граждан. У главного врача Брагинской районной больницы «Игра Керене» депутатский стаж «Борж Степли». Свой значок его натримал только четыре года тому. Правда, на рынке депутатской деятельности такой относительно невеликий термин не впливает. У «Игра Керене» есть часы с населением сосредоточиться и медицинскую базу района развивать. Сирот новаций у Галине, электронные рецепты, записи про интернет и дистанционное консультование, на быте необходимого для районной больницы медицинского обсталевания, уключающий пересованные у дымнику и выник работы депутата с областными районными уладами, на Брагинщине шмат сельского населения, которое повинно отримать гарантованную державой медицинскую допомогу в полном объеме. У нас есть передвижная медицинская амбулатория, что достаточно востребовано населением. И, конечно же, это обеспечивает доступность медицинской помощи именно отдаленным населенным пунктам. Потому что наш район, его протяженность более 100 километров. И, конечно, система здравоохранения, она должна быть и адаптирована, и ориентирована, прежде всего, на первоочередное обслуживание именно сельских жителей. Олег Сентюров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район.